Буду заливать самую народную, правильную и технически грамотную отмостку. Ну и параллельно еще возведем бетонное крыльцо со ступеньками. Ну вот я и на месте. И как всегда по классике жанра нужно осмотреться, оглядеться. В общем приступаю к работе. И на первом этапе нужно сделать крыльцо. Итак, рулеткой делаю предварительные замеры высоты, ширины и длины. Вбил колы и по ним произвожу разметку путем царапания грунта. Далее прокопка лопаты. И сняв верхний грунт около 15-20 сантиметров в глубину, приступаю к слабому главному этапу, без которого пожалуй не обойтись. Это трамбовка колотушкой-болтушкой. Третий этап это непосредственно выставление самой опалубки, соблюдая при этом вертикаль при помощи пузырькового уровня. С обратной стороны вся та же самая манипуляция комбинации, но обязательно вертикаль. Далее приступаю к обшивке щитов опалубки. Для этого я заранее напилил в размер доски толщиной 25 миллиметров и строго по горизонту прикручиваю их на саморезы к забитым стойкам. А если у вас большие объекты, то целесообразно применять лазерный уровень. А на таких маленьких, как у меня, очень справляется даже хорошо пузырьковый. Ну а дальше шлепай да шлепай. Ну в смысле прикручивать доски. Максимально без щелей. Желательно саморезами с наружной стороны. Так потом будет удобнее разбирать. Следующий этап, блин забыл какой он по счету. Это армирование. И тут полезный совет. Если нарезаете арматуру, то лучше всего брать стопкой, а не бегать с одним прутиком по 100 раз. В общем сверлом на 12 миллиметров в верхней части фундамента перфоратором перфорируют дырочки. Вот таким способом получилось самое простое армирование. Далее идет монтаж перемычек опалубки для ступеней. Ширина доски 150 миллиметров. Но тут нужно заранее расчертить параметры лестницы. Ничего там сложного нет. Главный уровень и одинаковая ширина ступеней. Хоть и опалубка небольшая, но ее обязательно нужно усиливать различными подпорками, упорками, запорками. Это делать обязательно. А еще я стараюсь всегда ее герметизировать монтажной пеной. Последний рывок на три самореза закрепит рейку, чтобы под тяжестью бетона не выпорло ступеньки. Итак, следующий шаг это заливка бетона. Внимание! Для уличных ступеней я всегда делаю пропорцию. Одна часть цемента марки 500, обязательно свежего. Полтора песка и два с половиной щебня. Фракции 5 на 20. Экономия цемента такого слова не существует. И после этого обязательно пробегаю вибратором. Но если его нет, можно хорошенько поштыковать. И уже после этого провилом и гладилкой заглаживаю поверхность бетона. Через три дня разобрал опалубку ступеней и приступил к работе по возведению правильной отмостки с зубом. И для начала нужно снять растительность и выровнять грунт. Далее опять все то же самое. Колотушка-болтушка. Обязательно хорошо уплотнить грунт. Следующий идет разметка со всех углов здания. В нашем случае отмостка будет на лицевой стороне. И после того, как по всем углам забил арматуру, натягиваю между ними нить. Прокопка траншеи. В нашем случае глубина 15 сантиметров. Но если дом находится внизу, то глубину нужно увеличить для отсечки поступления дождевой воды. Обычно для выемки копаного грунта из меня траншейки я использую обрезанную совковую лопату. И после того, как траншейка готова, приступаю к ее трамбовке. Далее по нитке вбиваю все те же осиновые колы. Обычно я доску колю пополам и затачиваю топориком. Практически все готово. Посмотрите, как это выглядит со стороны. Ничего особенного. Далее начинаю прикручивать доски. Все по той же нитке. Опалубка готова. С учетом уклона от мозги под соколю натянул нитку. Она будет у меня служить ориентиром при заливке бетона. В общем, делаю ошлепки, чтобы на них положить армирующую сетку. Понеслось, поехали. Непосредственно заливаем бетон. Внимание, пропорции. Одна часть цемента марки 500 свежие. Два песка и три с половиной щебня. Фракции 5 на 20. Примерная марка бетон около М300. Можно постелить на землю целлофан или рубероид. Но скажу вам честно, это все бесполезная трата силы времени. Никакое цементное молочко не уходит в землю. Толщина полотна около 12-15 сантиметров. Довольно прилично. Но это пожелал заказчик. Конфигурации в виде буквы ГВ. Именно такая отмозка работает на 100%. А именно отведение дождевых вод от фундамента. Плюс противоположное давление грунта. Что препятствует отхождению отмозки от соколя. По истечении нескольких часов рекомендуется накрыть бетон полиэтиленовой пленкой. Через три дня, как бетон набрал немного прочности, разбираю опалубку. После копки траншей у нас остался грунт. Вот как раз он мне сейчас и пригодится. В общем, после разбора опалубки, там образовалась полость, которую нужно засыпать землей. Ну и по накатанной технологии, или по классике жанра, ее тщательно трамбуем. В итоге получилась добротная отмозка зубом и бетонная крылечка с порожками. Которые я обязательно отшлифую чашечным алмазным диском. Но это уже после. Сегодня будем делать первое в мире видео о наглядной работоспособности двух видов отмозков. По прямому ее назначению. И забегая вперед, скажу вам, что мне нужно изготовить два макета. А именно первые по классической схеме, когда копают яму вокруг дома. Так сказать, извлекают плодородный слой и засыпают туда песок. И второй отмозка зубом. Так что на первом этапе выкопал два прямоугольных углубления. На глубину штыка лопаты. Это приблизительно 25 сантиметров. Получился добротный фундамент. А надпись означает, что это цоколь, что находится выше поверхности земли. Показать в деле это еще рано. А просто кратко скажу. Пропил нужен для контроля работоспособности отмозки. Понеслось, поехали. Начинаю копать. Ну или как грамотно говорят. Извлекаю плодородный слой грунта вокруг дома. В общем, после того, как выкопали мы котлован. Приступаем к трамбовке дна. Об организации песчаной подушки. В общем, послойно насыпаю хорошенько трамбой виброкувалды. Скажу сразу, что люди засыпку делают по-разному. А именно, могут песок вниз насыпать, сверху щебенку. Ну или наоборот, перестилая гей в текстиле. В общем, у кого какая фантазия. Но для меня это, конечно, дурдом. Если уже сыпать, то что-то одно. В итоге получилась добротная подушка. Можно еще пролить водой. Но для эксперимента мне это делать нельзя. А еще сверху на песок люди кладут и ППС. Что очень хорошо для регионов с холодным климатом. Четвертый этап это сгородить опалубку. И тут я застрять ничего не буду. Просто прием монтажа нужно обеспечить угол от соколя. А теперь приступаю к следующему виду отмостки. Это Г-образная, с зубом. Короче, снимаю растительный слой. Далее тщательно трамбую. Обычно это делается специальной колотушкой, ну или виброплитой. И уже после уплотнения прокопка траншейки под зуб. Глубина 15 см. И, пожалуй, самый обязательный момент это трамбовка дна траншеи. А для наглядности вот так получилось. И скажу честно, чем глубже траншеи, тем лучше. И полезный совет. Для холодных регионов целесообразно утеплять и ППС вместе с данной канавкой. Единственный недостаток данной отмостки, на мой взгляд, это неудобство монтажа опалубки. Ну что, все готово. Погнали дальше. Следующий, пятый этап приготовления и укладка бетона. Внимание, еще на подушку можно положить полиэтиленовую пленку или рубероид. Все это по желанию. Но скажу честно, никаких супер положительных результатов вы от этого не добьетесь. А вот для набора прочности сверху пленку постелить, тогда да, будет результат отличный. Еще один момент. На самом конце посередине делаю углубление по типу желобка. Итак, друзья, все готово. Теперь нужно выждать время, когда сватится бетон. Шестой этап это демонтаж опалубки и обратная засыпка открытых полостей, которые образовались после извлечения досок. И обязательная утрамбовка данного грунта. Приступая к эксперименту, в общем вспоминаем, для чего нужна отмозка. Правильно, это отведение дождевых и талых вод от фундамента. Своими словами, защита. Итак, на край положил шланг и включил потихонечку воду, что приравнивается к хорошему дождику, когда водичка капает с крыши. Если отмозка работает правильно, то песок должен быть сухим при любых раскладах. Ну, я думаю, через три часа уже произойдет катастрофа для фундамента. Прошло ровно 45 минут. Друзья, я даже не ожидал, что так быстро. Видим, да? Но мы еще подождем. Итак, прошло еще 15 минут. Общее время эксперимента час. Смотрим. Все, дресня. Что пойдет вода под фундамент, я не сомневался. А вот что так быстро, конечно, не ожидал. Вот вам и подушка убийцы. Но не может вода течь вверх. Гравитацию еще никто не обманул. Копая такие бассейны вокруг дома, засыпая песком щебнем, вы обрекаете свой фундамент к избыточной нагрузке от морозного пучения. Ведь грунт вокруг осенью будет переувлажняться на 100%. А чем больше в нем воды, тем сильнее рванет. И если хороший фундамент выдержит все это издевательство, то фундамент старенького дома просто не вывезет. А теперь переходим к Г-образному варианту. В общем, вся та же самая манипуляция. Комбинация испытаний присуща небольшому дождику. Включаю воду на всю ночь до 8 утра. Ну что, наконец-то утро. 8 утра. Смотрим. Г-образная отмостка как отработала. Сухой грунт. Ребята, где вода? Почему нет воды под фундаментом? Вот, да. Давайте теперь разберем. Ну что, смотрим в оба и удивляемся. Хотя удивляться нечему. Я знал на 100%, что будет все сухо. Грунт возле фундамента должен быть сухой. Чем меньше в нем содержится воды, тем меньше он расширится на морозе. Это физика. Причем простейшая. Как оказался влажный грунт, так это под зубом. Ну а далее все было сухо. Получается, дальше с зуба вода не идет. Да, это и понятно почему. В общем, чем глубже, тем круче. И запомните, никогда не привязывайте отмостку к цоколю. Ведь это два разных элемента конструкции. И силы пучения действуют по-разному. Сейчас я обязательно съездю на объект и посмотрю спустя год, что случилось с этой отмосткой. Ведь многие комментаторы писали, она лопнет, сломается, уплывет. И, короче, лучше ничего не делать. Ну все, поехали. Итак, друзья, год назад заливали отмостку по Г-образной технологии. Сегодня я приехал, число 2 июля 2023 год. Смотрим результаты, что случилось через год с ней. Мне тут многие писали комментаторы, ну диванные специалисты и всего прочего, что она разрушится, полопается и, короче, будет капец. Смотрим. Многие еще писали, мол, ступеней, разный высот нет. Две ступени одинаковые, третья нижняя. Из-за огромного уклона. С хозяевами это было обговорено. Конечно, можно было сделать поровнее, тут повысить угол. Но так решили, суть не в этом. В общем, смотрим, что случилось с отмосткой. Лопнула где-то она. Кто со мной спорил, те проспорили. Не поленился я и на другой объект съездить, где 2 года назад восстанавливал отмостку. И тоже люди писали в комментах, мол, ай-яй-яй, нельзя так. Нужно правильно закопать полмиллиона рублей. Ну, друзья, результат как новое. Правда, после дождя не товарный цвет. Из этого следует вывод, что по правилам никаких подушек под бетонную отмостку делать нельзя. Ведь данную сыпуху затекает вода и размачивает основание фундамента. Тем самым сводит на нет предназначение отмостки. Идут вопросы, как ее спасти от зимнего Деда Мороза, чтобы она не разрушилась. Да очень просто. Для этого и придумали армирование плюс деформационные швы. Вот и получается. Никакие жалкие 30-40 см песка не спасут от сил морозного пучения.